О, солье мило, стай на фрунте, я те, стай на фрунте. Недавно в Минске прожил сольный концерт Глеба Матвичука, композитор, актера театра и кино, призер от телепроектов «Две звезды» и точь-в-точь. Мисс для него родной город. Именно здесь, в тенах Республиканского музыкального колледжа, прошло его детство. Вот мой любимый лицей, где я учился с 10 лет. Очень много времени здесь провел. Получил, наверное, свое самое основное музыкальное образование. И сейчас я нахожусь в этих стенах, и на меня нахлынули такие воспоминания, такие эмоции сильные. 17 лет Глеб прожил в Минске, прежде чем уехать в Москву учиться. Он все равно считает себя белорусом и едет в нашу столицу как домой. Здесь остались друзья-однокрупники, среди них продюсер Андрей Куленкович. Помню, да, было дело. Никто не верит, даже моя жена, что у меня были какие-то успехи. Я 40 раз подтягивался, в общем-то был таким передовым спортсменом. Ах, эти молодые годы, какие воспоминания они навеивают. Здесь была целая жизнь, она была везде, и в спортзале, и во всем здании. Я помню, что в той раздевалке был первый поцелуй. У нас зрителей столько, как бы не ударить в грязь лицо. Приезд такой знаменитости в родной Альма-Матер произвел настоящий фурор. Все гордятся своим выпускником. Здравствуйте, Марина Евгеньевна. Это мой любимый педагог по сальпеджио, по теории. Ох, тяжело, признаюсь честно. Для меня это был, наверное, самый сложный предмет. Мне кажется, он преувеличил. Мне тоже кажется. Сейчас они могут уже смело рассказывать о том, как пытались списывать и подсказывать друг другу. У нас же было в группе всего 4 человека. Да, да. Нас рассаживали в 4 угла лицом к стенке. Да, да, да. Но нас не обманешь. Были знаки. Да, да, да. Обочная партия. Там главная тема. Оглядываясь на годы своего творческого пути, зная, какие перипетии пришлось пройти, Глеб с уверенностью может сказать. Эту базу музыкальную я получил вот в этих стенах. Потому что, когда я приехал в Московскую консерваторию, я вот 5 лет на том материале, который, в общем-то, я получил здесь, я и как-то присуществовал. В моей жизни было очень много моментов, когда передо мной закрывалась дверь. Ни в коем случае не надо ставить точку. Надо как бы встать и идти дальше. 7 лет мальчик Глеб знал, что должен стать музыкантом. С тех пор он медленно, но уверенно шел к своей цели. Из своей 33 уже вынес несколько постулатов. Всегда есть к чему идти. Мне кажется, что артист, он имеет право называться артистом, если он развивается, если он прогрессирует. Если человек сам себе говорит, ну, я достиг всего, чего я хотел, то это уже путь назад. А на старых досках почета может даже найти себя. Все. Слушай, вот, по-моему, это я. Очень похож. Ты себя видишь? Это? Да. Нет, это не может быть ты. Почему? Да нет, это не ты. Мы в это время уже были гораздо старше. Во. Стой, стой, стой. Вот это точно я, 100%. А вот ты. Большая часть музыкального колеса сейчас на реставрации. Глеб и Андрей застали много еще в том виде, в котором запомнили с детства. Мы, наверное, погуляем здесь, потому что столько всего, всяких воспоминаний, интересных историй. Даже некоторые не для камеры. Поэтому спасибо большое, что были с нами. В общем, до встречи. Некоторые воспоминания мы проносим через всю жизнь. И не имеет значения, это жизнь простого бывателя или телезвезды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова